Все массовые протесты в постсоветских странах у нас стали сводить к какому-то клону Майдана или говорить о том, что это все под копирку украинских событий. Я с этим категорически не согласен, поскольку я Армению изучаю не первый год и могу сказать, что это страна с очень богатой протестной историей, которая никак не связана с событиями в Киеве в 13-14 или в 4-5 годах, у которой есть свои движущие силы, свои предпосылки. Я, может быть, не побоюсь этого пафоса, но скажу, что сама постсоветская Армения в значительной степени была страной, созданной протестами. Что я имею в виду? В 1988 году началось движение армян за самоопределение Карабаха, и это движение перевернуло Армению, разбудило Армению как угодно, можно словами классика говорить, перепахало Армению. И вот тогдашняя массовая мобилизация, она стала, в общем-то, тем фундаментом, на котором Армения возникла. А дальше мы можем посмотреть, что практически каждая избирательная кампания сопровождалась массовыми протестами. Так было в 1996 году, в 2003, в 2008. Легче сказать, когда так не было. Не было так в 1998 году, когда Роберт Кочарян избирался президентом, и в 1999, когда были парламентские выборы. Вот, наверное, эти две кампании прошли без каких-то массовых протестов, остальные были протестными.